Это, девушка, такой момент. Меня Евгений зовут, мне тут робот звонил ваш, говорит, что во избежание каких-то мер принудительного взыскания надо с вами связаться. Евгений Александрович, это я. Валерий, на счет ваших взаимодействий, в нашей компании, ранее кардитор, у вас был ВТБ, банк. Скажите, пожалуйста, на основании чего вы действуете? На основании договора к сессии. Договор к сессии, да, был? Да. А, ну вот отлично. Мне больше от вас, конечно, ничего не надо знать, только это. А звонить можете продолжать. Ну, только не робот, хотя бы сами позвонили, быть его ленить. Ну, согласитесь, есть задолженность по потребительскому кредиту. У вас получается на 31 октября, это 474 тысячи, 194 рубля, 75 копеек. Ведь задолженность в целом у вас более одной тысячи дней. Угу. У вас уже выставлена сумма. Угу. И вам уже выйдет установить срок для оплаты до 18 ноября. Ключительный токар долг у вас в целом с апреля 2013 года. 18 ноября не надо оплатить, да, получается, по-вашему? Да. Ну, получается, я, по-моему, расплатился, что тут только 18 апреля, в 15-м году, 2,5 тысячи рублей, и все. Больше никакого движения по счету не было с вашей стороны. Угу. А, смотрите, если 18-го числа платеж не поступает, то тогда начинаются меры принудительного взыскания, да, вот вы сказали? Пока вам идет на встречу. Угу. А когда перестанут идти на встречу, вот, меня интересуют меры принудительного взыскания, это что? А вы хотите, чтобы были какие-то меры принудительного порядка? Мне просто интересно, как это вы, будете меня палками бить или нет? Ну, принудительный, то есть, будете заставлять, да, нет, вы же будете заставлять, ну, принуждение, это получается, заставлять кого-то что-то делать против правового поля. Мы работаем в рамках правового поля. Правильно же? А, как вы можете меня заставлять в рамках правового поля, это же бред? Я говорю, мы работаем в рамках правового поля. Ну, это же бред заставлять человека в рамках правового поля. Вы же знаете то, что у вас есть задолженность, которую необходимо оплачивать. Банк, что-то не благотворительная организация, которая вам выдала это нижнее средство, вы можете без прорежать. Давайте сейчас говорим про банк. Почему? Ну, потому что, как бы, вы же выкупили долг моего банка. Я правильно понял по договору цессии? Так. Ну, это правильно, я понимаю, или нет? Да. Да. Тогда при чем здесь банк? Вот вы сейчас упоминаете банк, что не какая-то была уже говорительная организация. Но он же сейчас уже не при чем здесь? Мы же с вами тебя возвращаемся. На данный период, да. Ага, ну вот здорово. Тогда давайте перестанем упоминать банк вообще с вами. Хорошо. Что-то у вас было по этому вопросу? Я не знаю. Ну, не знаете. Сюда не было? Нет. То, что есть другой метод, то есть есть два пути решения. Это либо продажи долга, которая у вас произошла, либо второй метод, это уже передача дела в суд. В суд. И это называется, как бы, гражданство-правовые отношения, да, между мной и вашей организацией будут? В судебном. Вы готовы будете в судебном порядке оплачивать? Ну, конечно. С вами только в судебном, потому что я, как бы... Еще не до конца понимаю, что вы за организация. На основании вы договора работаете, я этот договор не видел. Потому что я не третье лицо, можете даже меня не убеждать в этом, потому что я участник, как бы, вот этого всего процесса. А что у нас в суд, то есть, что он так, что будет выставлена сумма. Вот, отлично, да? Поверно, это сумма вы еще заплатили. А я вам давайте хочу сказать такую интересную штуку, что организация ваша в суд никогда не подаст на меня. По простой причине. Какой? Вы не сможете доказать, что я вам должен денег. Ничем вообще. Вы думаете, у нас не было такой практики, когда люди не оплачивали. Я не думаю. Девушка, я не думаю, я знаю на 100%. Евгений Александрович. Давайте тогда поступать в суд. Обычно в коллекторской организации долг висит, ну, максимум месяцев 8, потом он перепродается еще раз кому-то. Либо уходит в какое-то облако, какое-то несуществующее, потом проходит месяца 3-4, опять он возобновляется в этом же коллекторском агенции. Хорошо, допустим. И суд почему-то не подает. Давайте не будем вот эти 8 месяцев тянуть, вы просто сразу же подаете в суд до нового года, до начала 2017 года. Неужели нельзя так вопрос решить и вы начинаете? Я не хочу с вами решать вопрос вообще никак. Потому что я вам не должен. Вот вы считаете, что я вам должен денег, да? Я считаю, что я вам не должен денег. И вообще, вы докажите мне то, что я вам должен. Легко. Будем с вами тогда общаться, если хотите. А так вы отказываетесь от оплаты? Я отказываюсь общаться с вами даже. Не то, что от оплаты. Я не знаю, что вы такое. Хорошо, так вам, раз вы говорите, если продажи сторонней, другой сторонней организации, вы думаете, вам от этого легче будет. Допустим, так же будет продажа по другому коллекторскому агентству, Евгений Александрович. А как можно к вам обращаться, подскажите? Меня зовут Юлия Александровна. Юлия Александровна, мне будут плевать другие организации, 3, 5, 10, 25, мне будет плевать на любое, в том числе и ваше. Потому что вы, вот мне докажите, что я вам должен денег. Либо бумажно докажите, либо в суде мы будем с вами общаться и будете мне доказывать. У меня есть ряд причин, лишь бы не оплачивать. Вы вас пользуетесь чужими денежными средствами, Евгений Александрович. Почему вы считаете, что они чужие? А чьи они? А ваши, по-вашему. Давайте определять будем, чьи эти деньги. Эти деньги чьи? Банк выдавал банк. Банк выдавал деньги. Наша компания за вас заплатила. Банк выдавал деньги свои? Евгений Александрович, ну явно не ваши денежные средства выдавали. Нет, ну, мы же сейчас рассуждаем. Банк выдавал мне деньги свои, то есть деньги банка выдавал он мне, да? Евгений Александрович, вы брали в банке. Вы не у знакомых брали. А деньги-то банка или чьи они? Вы в банке же их брали. Вы не у знакомых брали, а не у родственников. И деньги эти банки за вас заплатили. Приведение, Александрович. Это или нет? А вы знаете, что у банка ВТБ-24 денег не существует? У него нет их. Деньги банка ВТБ-24 нет, он их не печатает. Это не его деньги. Понятное дело, что банк не печатает денежные средства. Да тогда чьи это деньги? Это деньги банка Центрального банка. Вкладчиков. Не вкладчиков, Центральный банк печатает деньги, это его собственные. Евгений Александрович. Согласно закону Российской же Федерации. Который вы нарушаете закон. Какую статью я нарушаю? Ну-ка, удивите меня. Кто вас удивляет, а то вы не в курсе. Нет, конечно, откуда же мне. Вы должны были на отличающем образом выполнять свои обязательства в то время, когда предбанком вы нарушили статью 39 Кражданского кодекса. Я нарушил, да? Вот нас. Да. А банк не нарушил никакой статьи? Мы стали не в порядке, перестали оплачивать. Какой банк должен был нарушить статью? Банк перед вами выполнил все полностью свои обязательства. Он выдал мне чужие денежные средства, то есть не принадлежащие ему. А вы на это, значит, ссылаетесь? Ну, конечно. А вы им воспользовались, вы их потратили на свои нужды. Это уже дело десятое. Это произошло, пересылку прав требования. Понимаете, то, что наша компания, то есть банк вас ждал, когда вы начнете оплачивать. Ага. В итоге произошла пересылка прав требования. Наша компания тоже вас вечно ждать не будет. И действительно будет. В суд подавайте. Когда вы это сделаете? Или же, как вы говорите, продать ваш долг. Значит, и другой сторонник. А, то есть вы, короче, в суд не подаете, потому что, ну, вы не сможете доказать, что я вам должен. Это не от меня, зависит не я лично, передаю дело в суд. Ну, смотрите, вы, пройдет месяц, вы потом будете мне рассказывать о том, что пошла процентная ставка 0,2% в день, у вас штрафы, там, какие-то хренасы, вот это все бредятину вы начнете мне рассказывать. Вы сразу в суд подаете, зачем вы будете тратить мое время? А почему вы диктуете свои условия? А почему вы и нет? Вы ваше время не тратили, начинайте оплачивать. Почему вы и нет? А начинайте оплачивать. Вот, Сережа, у меня есть полляма денег. Вот они лежат у меня на кармане. Как только вы подадите в суд, как только в суд вы подадите, и суд мне скажет, Евгений Александрович, вы должны денег вот этой организации. Я скажу, не вопрос, вот они, бабки, держите. Пока этого не произойдет суда, ну, вы, как бы, для меня никто. Вы хотя бы мне письмо пришлите, заказным письмом, отправьте мне договор сессии. Хорошо, Евгений Александрович, дальше вы письма получите, все равно, где-то другую причину, ты их мне оплачивать. Вы мне, не вы получите, вы отправите меня, ухренотень, уведомление. Уведомление, это ни о чем бумаге. Вы все равно, я на что пишу, на суд. Это бумагу я вам напишу, миллион штук. Да, конечно, на суд. Но вы хотя бы мне, уведомьте меня, с кем я общаюсь-то сейчас. Значит, уведомить вас? Письменно. Уведомите меня, кто вы такие. Ваш новый кредитор. Ебать его в рот, новый кредитор, и что? Да. Я вам могу сказать, хорошо, девушка, вы мне должны лям денег. Когда вы его отдадите? Вы готовы оплатить до 20 декабря? Евгений Александрович, давайте будем все-таки общаться без какого-либо сарказма. Вы сами знаете, потому что тот, который вы не оплачиваете. Что вы решили, что я не знаю? И вы начинаете стать что-то увиливать. Я не увиливаю. Я хочу от вас добиться, чтобы вы по закону действовали. Вы же по закону, законная организация. Законная организация. Хорошо, я поняла. Я же должен буду вам доказать, что вы мне лям должны каким-то образом обосновать. Обоснуйте свое поведение. Я фиксирую, как это от оплаты. Да вы фиксируете хоть хуй на лбу себе отрастите толку, так как не будет. Вы меня не раздражать начинаете просто. Я его понимаю, что я не оплачуете, чтобы вам не пришлось с нами разговаривать. Я буду с вами рад беседовать, потому что я что-то решил канал на YouTube открыть. Буду выкладывать туда записи. Прослушиваю, буду на ночь. Я буду на ночь прослушиваю. Судебный прист вы тоже будете. Чего сделать? А когда будете общаться с судебным пристом, тоже вот такой вариант будет устраивать? Судебный пристом, когда буду общаться, обязательно. Вот с ним я буду общаться. Он вроде как законный. Ребята, а вы не знаю, кто такие. Понятно. Информация отмечена. Всего доброго. До свидания. Пока. Ожидайте то, что на мере взыскания будет ваш адрес продолжаться. Давай, давай, давай. До свидания. Вашу трубку. Да, здравствуйте, друзья, в очередной раз. Нравится мне этот автор, подписчик, респект ему. Очень хорошие, содержательные ролики. Ребята, кто шлет ролики, обратите внимание, что интересует наш канал. Либо вот такой четкий, рассудительный ответ на грани такой четкой иронии. Прям вот, понимаете, талантливый, я считаю. Ну, либо прям откровенно веселые ролики, типа там разговоры с акцентом, подмена персонажей и так далее. Вот. Когда ролики присылают, вот просто бубнешь, там вот ему говорят, он отвечает, говорят, отвечает. Нет, надо выставлять коллектора на посмешище, либо, ну вот особенно для новых подписчиков будет интересно, вот именно такой подход интересен, такой формат общения. Поэтому, если вашего ролика, ваш ролик долго не выкладываю, значит он просто не прошел нашу рецензию. Но не 100%. Есть ролики, которые просто реально уже одобрены, они стоят в очереди. Мы не хотим засыпать вас прям вот в день по 100 этих роликов выкладывать, даже по десятку. Максимум 5-6, но мы выложим все достойно. А такие ребята идут в не очереди, потому что это действительно им неинтересно слушать. И новым подписчикам очень интересно. Да и вообще интересно наверняка самим коллекторам. То есть, такой ролик несет в себе статус, ну скажем так, какого-то лекарства, в хорошем смысле слова, витаминки специальные. И еще, друзья мои, информация для тех, кто хочет встать под юридическую защиту, для тех, кто хочет посетить наши регулярные бесплатные вебинары, для тех, кто хочет вступить в бесплатную группу ВКонтакте, в открытую, простите, группу ВКонтакте. В описании видео, с какого бы ресурса вы не смотрели этот ролик, вы можете увидеть внизу ту самую информацию, которая вам так необходима, а именно сайт наш www.aliam.ru Ссылка на нашу группу ВКонтакте, группа открытая, доступ для всех свободный. Также ссылочка на презентацию вебинара. Теперь по порядку. Ссылка на наш сайт. Пройдя на наш сайт, вы увидите видео. Обязательно рекомендуем его посмотреть. Именно в этом видео выложена полностью вся информация, как устроена работа кредитных юристов. Пожалуйста, посмотрите это видео. Тем самым, очень много вопросов снимется, и вы будете максимально уверены в своем шаге. Для тех, кто в группу ВКонтакте хочет вступить, все совершенно понятно. Проходите и вступаете в группу, там много информации, очень полезно регулярно выкладывается. Для тех, кто хочет пойти и поучаствовать на бесплатном вебинаре, который мы регулярно проводим, тема вебинара «Как законно не платить по кредиту». Мы откроем очень много секретов банковских, которые так тщательно не скрывают. Тоже, пожалуйста, ссылочка в описании. Проходите, кликайте, посмотрите видео. Там есть видео обязательно, тоже очень полезное. И регистрируйтесь. Пожалуйста, вносите в форму корректную информацию, которую предложит вам сайт. В активном случае мы не сможем с вами связаться, мы не сможем отправлять вам информационные письма. Указывайте корректно номера телефонов, указывайте корректно e-mail, на которые вы хотите получить информацию. Для тех из вас, кто не видит какой-то течения описаний, допустим, смотрит данный ролик, слушает, простите, с канала YouTube, В конце этого ролика будет в окошке трансляции высветится три иконки, так называемые, аннотации. Справа будет кликабельная ссылка для подписки на наш канал в YouTube. Слева будет ссылочка на видео, на видео, как устроена работа кредитных юристов. Обязательно посмотрите. Очень полезная. Ну и посередине будет кликабельная ссылка, наш логотип, нашей компании с презентацией вебинара. Еще раз повторю, для тех, кто хочет ставить заявку на консультацию, на бесплатную, пожалуйста, указывайте корректно информацию о себе. Как только отправите заявочку, проверьте свою почту. Придет от нас письмо и будут указаны телефоны, с которых звонят наши сотрудники. Если по какой-то причине вы не видите письма в папке входящей, проверьте папку в спам. Бывает, что письмо уходит в спам. На этом все. На связи был Кузнецов Дмитрий. Счастья вам. Финансового благополучия, здоровья и удачи.